Я просто выросла во дворе, в шортах, у меня лучшие друзья всегда были мальчишки, потому что все лето действительно во дворе, сразу с разодранными коленками, с какими-то обязательно мальчишескими пистолетами, гранатами, еще чем-то. Я любила крутых девчонок, потом я, конечно, фанатела Анджелина Джоли, которую играла Лара Крофт. Вообще, всегда любила такие какие-то боевики, где девушка была такая воинственная, но при всем при этом у меня одна из любимых сказок была «Золушка». Когда я приходила домой, мне уже не хотелось какой-то такой войны и чего-то такого, меня ждала папушка, с которой мы там даже делали куклы из ваты. Я из обычной, вообще абсолютно такой средней семьи, и там вот что бы раз, и откуда-то были свободные деньги, такой возможности не было. И когда я поняла, что мне первые деньги там заплатили за Иралаш, и мне там было 10 лет, я поняла, вау, так еще за это удовольствие можно и получать деньги. Ну, трудиться, во-первых, очень нужно серьезно. Вот я верю в то, что труд, вот когда человек идет, дорогу осилит идущий. И, наверное, искать тоже возможности самим, да, потому что есть, я понимаю, амбиции, и с возрастом эти амбиции все больше и больше. Поэтому даже вот когда там, может быть, с какого-то более юного возраста вообще человек определяется со своей мечтой, если он к ней так вот серьезно идет, мне кажется, что он все равно к чему-то обязательно приходит. Я очень долго шла к спорту, я не из тех, кто прям вот любит спорт. Но я всегда была очень активна, то есть я записывалась на там разные детские кружки, там у меня даже было там по 5 в день, да, там, 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 мне все время нужно было куда-то ходить, с кем-то общаться. Потом беременность была первая, я поняла, что для того, чтобы восстановиться, мне нужно, мне нужно, мне просто необходимо. И я уже, знаете, как встаю в спортзал, ну ладно, надо. Но когда ты занимаешься долго, я уже занимаюсь плотным спортом где-то на протяжении лет 5. Со второй своей дочкой, когда я была беременна, я продолжала заниматься спортом, это была йога. Сейчас я уже без него не могу. Я очень люблю медовик, еще шикарные были вкусные корзинки, еще я очень люблю орешки, где сгущенное молоко внутри, вареное. И трубочки головные, это вообще. Но я очень люблю тесто, если честно, булочки всякие, с корицей, еще стакан кефирчик. Ну, конечно, я это не потребляю там каждый день, но утром правильно завтракаю, стараюсь правильно обедать. Но иногда я, конечно, все-таки себе позволяю. Я считаю, что если ты жестко сидишь на диете, ты несчастный человек. Если ты себя жестко в чем-то ограничиваешь, ты будешь несчастным. Раньше не было, может быть, даже какой-то вот леди во мне, потому что общалась с одними мальчишками, и девчонке было не круто. И вот эту девчонку какую-то, мне кажется, ее в раннем возрасте просто подавили, и остался вот один такой пацаненок. А когда я стала общаться уже там с мужчинами, я вышла замуж, я достаточно рано вышла замуж, мне муж стал говорить, боже мой, у тебя такое красивое тело, ты такая красивая, почему ты не носишь платье, в чем дело? Одень туфли, говорит, а у меня, знаете, он открывает мой гардероб, а у меня майки, вот как у мужчины, все разных цветов, их там миллион, но все футболки. И там, допустим, обувь, то все кроссовки, джинсы, всех цветов, но джинсы, и совершенно нет никакой женственной одежды. И он стал мне ее дарить. Я очень благодарна вообще судьбе, что у меня такой прекрасный отец детей. Вот это очень важная была, был такой правильный выбор, потому что когда мы выбираем мужчину, это мы выбираем для себя. Когда мы выбираем мужа, мы выбираем отца своим детям. И вот мне кажется, я своих детей не подвела. Это настолько поддержка серьезная, да, он так хотел детей, что он создал все условия для того, чтобы дети были абсолютно в радость. Дети очень активные, все время чем-то занимаются, но я, конечно, хожу на родительские собрания, присутствую на всех их выступлениях, они очень творческие. Все время хочется себя продемонстрировать. Поэтому, конечно, максимально принимаю участие в их жизни, потому что для них это самое важное. Они тоже очень всем интересуются, смотрят все мои клипы. Я их никогда им это вот не показывала, не навязывала, они сами всем этим интересуются. У меня есть свой бьюти-влог, который я активно сейчас развиваю и рассказываю в нем, иногда даже шокирую своих подписчиц. Но мне нравится, что мои подписчицы, они с юмором, они такие продвинутые, потому что, ну, раз я смотрю какие-то вопросы, советы, то есть я все это читаю, за всем этим слежу. Поэтому я безумно благодарна вот за эту активность. Ну, это была мечта, поэтому я до сих пор теряю сознание в магазине Барби. Это мои самые любимые куклы. Я вообще обожаю детские магазины, и мне иногда уже дети кричат, мама, хватит, у нас это есть. Я говорю, давайте еще вот эту куклу возьмем. Очень люблю. Видимо, вот мне так нравилась эта красивая жизнь, потому что Барби, она всегда жила красивой жизнью. У нее всегда был красивый дом, красивая машина, красивая лошадка, красивый кэн, детки, все. То есть для меня, наверное, это был пример, как бы хотела жить я. Но не было у родителей денег на куклу Барби. Они купили Веронику, у нее не гнулись ни руки, ни ноги. Это было принципиально. И я помню, что это было такое разочарование. И все равно она была потом самая любимая. У меня такие даже всплески, я помню, что я в лагере засыпаю, дневной чихий час, и она сидит на шкафу, и я на нее засыпаю, думаю, какая у меня красивая кукла. Но как бы вот Барби, это все равно была нереализованность. Потом, я помню, лучший друг папы, дядя Олег, мне эту Барби все-таки подарил. Если женщина в любви, она может свернуть горы. Она может не спать. Она может не есть. Она может детей раскидывать по школам, готовить завтраки и все остальное. Поэтому вот такого хорошего мужчину надо прям себе найти. Найти, пожелать, загадать и прям себе произнести. Я вообще верю в то, что ты произносишь, что и происходит. Я верю в то, что вот я как-нибудь скажу что-нибудь, оно раз и происходит. Я потом думаю, блин, а почему я четко не сформулировала, что я конкретно хотела. И сейчас я все чаще и чаще формулирую, что я хочу. И как можно меньше говорить, я не хочу. Или что-то не будет. Говори то, что ты хочешь, и то, что ты хочешь, чтобы было. И оно будет.